Всем привет, это обзор от Калина и Красна, и сегодня у нас, скажем так, продолжение видео моего Лего Мандалорца, часть вторая, на первую часть будет ссылка в описании Почему часть вторая? Потому что я уже где-то больше полугода назад снимал обзор на вот этих Мандалорцев Это у нас не совсем обычные Мандалорцы, это Мандалорцы у нас, как я их называю, объемные Вот, в общем, это видео очень зашло, понравилось, я решил заказать еще две фигурки, которые мне понравились И которые недостающие, скажем так, в мою коллекцию Мандалорцев я очень... у меня их очень большое количество Я их собираю и думаю, что у меня когда-нибудь отдельный бокс с этими Мандалорцами Обязательно сделаю на них полностью обзор на бокс и обзор на всю мою коллекцию Мандалорцев В общем, это вот крутые китайские Мандалорцы, которые вышли тоже, наверное, чуть больше полугода, может быть даже год Их прикол в том, что у них объемная броня, отдельно надевается все и прикольные крутые аксессуары Что ж, не буду томить, вскрываем упаковки и смотрим повнимательнее Субтитры сделал DimaTorzok Итак, фигурки собраны и что я могу сказать? Они просто замечательные Как и в тот раз, в предыдущем моем обзоре на эти объемные фигурки Мандалорцев Ну, объемные, объемные только Боба Фетт, и я чуть-чуть ошибся вначале Был объемный только Боба Фетт, а другая фигурка у нас... Я взял Мандалорца из сериала Мандалорец Вот, и он обыкновенный, но чуть-чуть отличающийся от предыдущей версии Я, кстати, сейчас покажу и мы сравним В общем, фигурки очень крутые, я доволен тем, что их взял Почему? Потому что, ну, начнем мы с Боба Фетта Быстренько пробежимся Посмотрите просто на качество печати на вот этой объемной аксессуарной броне Просто Шлем Как реалистично все это будет Просто потрясающе А потом этот знак, относящийся к гильдии Потом у нас на руке вот эта печать Тут, по-моему, огнемет или что-то такое Здесь у нас ничего нету, сзади тоже Вот Очень крутая фигурка Непонятно мне, конечно, один такой прикол Почему такой большой бластер? Вот именно вот этот его бластер классический Непонятно, почему он здесь большой Вот если взять в сравнении Вот оригинальная леговская фигурка И вот бластер такой чуть поменьше Вот он, мне кажется, более изящный Но, блин, китайцы любят все большое Ой Все большое и объемное Так, давайте мы его разденем До гола практически Посмотрим на него еще более поближе Вот такой вот у нас замечательный шлем Отливка Я напомню, что это у нас Опа Ну, это любимая китайская ерунда Напомню, что у нас здесь нет лица Он объемный И у него здесь такая вот прорезь в визоре Вот, дальше что у нас Голова Снимается Она снимается как бы джетпак Вместе с армором, основным броней Вот Очень уж он хороший Все отдельно снимается И отдельно, отдельно хочется выделить Это плащик Он просто по качеству Вот Я не дам соврать, честно Он по качеству Он даже вот Не знаю, слышно или нет Но он даже лучше, чем оригинальный Леговский Вот просто он Очень приятный Он, наверное, такой же Вот, кстати говоря Вот такой же, да Не одинаковый Как и у Привизла Фигурка с прошлого обзора Вот Что у нас было под броней Под броней у нас был Мне очень нравится Вот этот Именно Стиль Стиль То, что эта модель такая Аксессуарная Под броней у нас просто Ну, костюм Комбинезон, который надевает Персонаж И носит Вот такой вот у нас Раздетый Очень крутая Кастомная фигурка Это практически Кастомная фигурка Даже не просто Китайский Аналог Чего-либо Так, ну и Мандалорец Вот такой у нас Мандалорец По сериалу Мандалорец Главный герой Просто лучший сериал Вот Почему я ее взял Я, на самом деле Не очень хотел брать И Боба Фетта И Мандалорца Но я вот не пожалел Что взял его Потому что он реально крутой И интересно играет И выделяется По сравнению с оригинальной фигуркой А вот на этой На счет Очень сильно сомневался Почему? Да потому что Вот Блин Найдите 33 от ИЧ Вот просто найдите Ну они Ну видно Что у этого Как бы броня потрепанная Ну а В принципе-то Слизано-то все отсюда Да А здесь они добавили Это я даже Знаю Ну Сзади Сзади По бокам В принципе Все то же самое Вот Это у нас Как бы Мандалорец Из финала Первого сезона Когда он там попал В перепалку Защищая малыша Грогу Вот И он впервые Показал лицо Да Китайцы Блин молодцы Они Сделали Принт лица Не буду вас томить Ова Посмотрите Похож 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 Очень похож Прямо Вот Вылитый Актер Который Играл Мандалорца Петро Паскаль Очень похож Вот Единственный Конечно Минус Не половили Прическу Придется Покупать Отдельно Вот прям 100% Отдельно Ради Такой фигурки Что ж Ну и что Какие другие плюсы Это Во-первых Вот этот Фирменный Крутой Бластер Мандалорца Вот Здесь он Почему-то Очень маленький Фигурка Потом у нас Другой Бластер Но это Не Мандалорца Это Бластер Ханасоло Вот Ханасоло У меня в каком-то В какой-то фигурке От Мандалорца Был прям вот Его Который он Использовал Что у нас Дальше Дальше мы Снимаем Что Да Кстати говоря Китайские фигурки Бывают Очень либо Плохие Либо Очень тугие Ну Опа Очень тяжело Снять И все Поставить обратно Вот В принципе Все те же принты Что я на предыдущей фигурке Которые я показал За исключением Что у них тут Такой эффект Типа потертости Типа мятости В принципе В принципе В коллекцию Прям супер Прям все детально Как всегда Все замечательно Что ж Подводя итог Могу сказать Что Вот эти кастомные фигурки Если они еще есть Стоит наверное Всех скупить Там еще какие-то Были варианты Боба Фетт Джанго Фетт Паре Уизла По-моему Еще какие-то Мандалорцы Вот Сто процентов Стоит взять И В коллекцию Если вы фанат Тоже этого стоит Персонажа взять Пять из пяти Прям строго У меня на этом все Спасибо За просмотр Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайк Колокольчик И вступайте В нашу группу Вконтакте Где мы выкладываем Обзоры На лего И его аналоги Всем пока